Обращаюсь к вам и прошу, как говорится, беспрекрас просветите о наличии или отсутствии вреда от подобных ламп. Сделайте, пожалуйста, подробный обзор с изучением имеющейся информации о качестве спектра излучения, где, когда, сколько и по какому назначению возможно их использовать. Для начала давайте отделим два понятия. Первое. Мне неприятен свет от красно-синих ламп. Я не люблю такой свет. И второе. Мне вреден свет от красно-синих ламп. Например, когда железом по стеклу звук неприятен, но это не значит, что звук влияет напрямую на ваше здоровье. Поэтому изначально проведем четкую грань и постараемся не путать два понятия до конца видео. Как мы знаем, белого цвета как такового не бывает. Белый цвет состоит из семи цветов. Исаак Ньютон направил солнечный луч через узкую щель на призму и открыл, что солнечный свет состоит из разных лучей. На этой диаграмме показан свет, видимый человеческому глазу. Но солнечный свет гораздо шире видимого. Мы воспринимаем как видимый свет электромагнитные волны от 380 до 740 нанометров. Полный же солнечный спектр включает в себя невидимый нашему глазу ультрафиолет, который проявляет себя для нас видимым образом при загаре и опасен в больших количествах. И инфракрасное излучение, которое мы ощущаем как тепло. Действие ультрафиолета на глаза. Кому интересно, можно нажать на паузу и прочитать. Запомнили, что ультрафиолет, который вредит нашему зрению, имеет длину волны от 10 до 400 нанометров и находится между видимым и рентгеновским излучением. Мы щуримся, находясь на солнце не просто так. Мы инстинктивно спасаем свои глаза, защищаем глаза от солнца очками. Особенно это нужно делать зимой в горах, ведь чем выше мы поднимаемся в горы, тем больше ультрафиолета. Кроме того, идет отражение от белого снега. И вот это действительно вредно. Какой свет нужен растениям? Тимирязев экспериментально доказал, что в фотосинтезе растений не все участки солнечного спектра одинаково важны. Тимирязев установил, что интенсивность фотосинтеза совпадает со спектром поглощения хлорофила, что наиболее интенсивное усвоение углекислого газа наблюдается в красных лучах. Затем по направлению к зеленой части спектра фотосинтез ослабевает. В зеленых лучах фотосинтез минимальный именно тем, что зеленые лучи хлорофилом почти не поглощаются, а отражаются и объясняется зеленый цвет растений. В сине-фиолетовой части спектра наблюдается второй подъем интенсивности фотосинтеза. Дальнейшие исследования внесли уточнение. Было установлено, что и другие пигменты, например, каротиноиды. На данном рисунке каротиноиды, обозначены желтым цветом, участвуют в процессе фотосинтеза, поглощая несколько другие длинный волк. Но общие закономерности остались в силе. Из солнечного спектра растениями преимущественно поглощается свет с диапазонами волн 440-460 нанометров в синем диапазоне и 635-665 нанометров в красном диапазоне. Синий спектр влияет на увеличение зеленой массы, размер листьев, скорость роста. Красный свет отвечает за активизацию процесса прорастания, цветения и созревания плодов. Что нравится растениям, мы выяснили. Запомним эту диаграмму. Лампы для рассады. На сегодняшний день для растений существуют люминесцентные светодиодные лампы, но многие используют лампы накаливания, галогенные лампы днат. Попытаемся разобраться в их эффективности для растений и опасности применения для человека. Лампы накаливания, которые не стоит рассматривать, они не опасны для человека, но совершенно не подходят для растений из-за практически отсутствия в их спектре синего диапазона и большого потребления электроэнергии, которая почти вся уходит на нагрев, что вредит нашим растениям. К лампам накаливания можно отнести и галогенные лампы. Лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ, пары брома или йода. Буферный газ повышает срок службы лампы, позволяет повысить температуру спирали. Эти лампы более экономичны, но не более полезны для растений. Спектр излучения галогенных ламп накаливания при разной температуре нити накала. Мы видим, что пики при разной температуре накала находятся в невидимой глазу инфракрасной зоне, то есть основная энергия уходит на нагрев. Пользы для растений практически нет. Лампы дневного света и энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. Это газоразрядные источники света. В них электрический разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение. Это излучение преобразуется в видимый свет с помощью люминофора. Люминесцентные лампы могут обеспечить освещение разного спектра. Провлиять на этот параметр можно, изменив состав люминофора. Эти лампы выигрывают у предыдущих по экономичности, потребляют значительно меньше энергии, меньше греются. В спектре даже самых простых ламп дневного света уже есть необходимый растением синий, но он выражен линейчатый, так как ультрафиолетовое излучение в люминесцентных лампах первично, ведь его излучают нагретые пары ртути. Не весь ультрафиолет преобразуется в видимый свет. Около 1% пробиваются наружу, даже в новых лампах, а со временем, по мере деградации люминофорного слоя и микротрещин в стекле, уровень ультрафиолета увеличивается. Еще в большей степени это относится к дешевым китайским лампам, где на люминофоре изначально сэкономили. Но главная опасность люминесцентных ламп – наличие в них ядовитой ртути. Самое страшное, если разбилась включенная лампа. Вся ртуть в этом случае находится в виде горячих паров. Вы задумывались об утилизации вышедших из строя люминесцентных ламп? Их нужно сдавать в специальные пункты приема, а не выбрасывать в помойку. 24 сентября 2014 года Россия подписала Миномадскую конвенцию по ртути. С 2020 года будет запрещено производство, импорт и экспорт продукта, содержащего ртуть. Люминесцентные лампы больше подходят для освещения растений, чем лампы накаливания, так как синий цвет в них уже присутствует и энергия не уходит на обогрев. Повысить эффективность ламп мы можем, используя светоотражающие шторки. Лампы ДНАТ – дуговая, натриевая, трубчатая, высокого давления. Светящимся телом в такой лампе служат пары натрия с газовым разрядом в них. Этот источник света считается одним из самых дешевых, что обуславливает их применение в уличном освещении, а также в промышленном растеневодстве для полного цикла выращивания. Несмотря на полное отсутствие синей составляющей спектра с ярко выраженным пиком в оранжевой области, здесь берут мощностью, а инфракрасное излучение идет на обогрев теплиц. Энергия не теряется, но для использования в доме они не очень подходят по двум причинам. Очень высокая температура нагрева до 300-400 градусов на колбе. В избежание ожога листьев над растениями вешать их надо высоко, и они пожароопасны, могут взрываться при попадании воды на разогретую колбу, и плата за электроэнергию. Четыре дешевых лампочки по 600 рублей берут электроэнергии 1 киловатт в час. Кроме того, они не вкручиваются напрямую в патрон, а это опять траты. Светодиодные светильники. LED. Преимущество. Высокая световая отдача. Энергоэкономичность. Длительный срок службы. Не загрязняется окружающая среда. Спектр светодиодных ламп для рассады может отличаться очень сильно. Рассмотрим спектр светодиодной лампы фитохром-1. Ультрафиолета в спектре нет. Это уже хорошо. Мы видим, что основная плотность светового потока приходится на синюю и красную области, совпадающие по длине волн с основными пиками фотосинтеза. Для растения это хорошо. Можно выращивать любую рассаду до цветочной кисти. Эти лампы светят как раз тем неприятным светом, который многих раздражает. Фитохром-дом старая модель. Под этой лампой эксперимент проводил Надежда Нинахова при выращивании рассады огурцов. Растения зацветают, едва нарастив 2-3 листика, что совершенно не нужно, но для выращивания зелени в домашних условиях лампы подходят идеально. Неприятного сине-красного цвета нет. Фитохром-дом. Улучшенная модификация этого года. Под ними мы с Надеждой ничего не выращивали. Экспериментов не было, а надо бы провести. Но спектр показывает на то, что рассада должна расти хорошо. При этом нет неприятного красно-синего цвета. Потребление электричества у всех трех модификаций минимальное. Уверенный захват у лампы длиной 60 сантиметров. Площадь полки размером 60 сантиметров на 30 сантиметров. Расход электричества 12 ватт в час. Высота над рассадой должна быть 14 сантиметров. Повысить эффективность ламп мы можем также, как в случае с люминесцентными лампами, использовать светоотражающие шторки, например, из фольги. Как мы видим, синий цвет есть в любом спектре в светодиодных ламп. Но в одном случае мы его видим, а в другом случае не видим. Но это не значит, что его нет. Некоторые исследования показывают, что синий свет, направленный прямо в глаза, вреден для человеческого зрения. Это объясняется тем, что наше зрение воспринимает как яркую зеленую область спектра. Зрачок при попадании в него синего сужается недостаточно сильно. Но как только появляется красная компонента спектра, зрачок реагирует и прикрывается. Как мы видим, в спектре фитоламп есть и красный свет, то есть глаз защищен. Мы же не смотрим на лампу в упор с расстояние 14 сантиметров и долгое время. Лампы светят вниз на растение, а мы видим отраженный свет. Кроме того, плотность светового потока при взгляде в упор на фитолампу с расстояния 14 сантиметров 8,5 раз меньше, чем плотность светового потока солнца в дымке в феврале в московском регионе. Светодиоды могут навредить зрению, если светить ими прямо в глаза. Но это касается любого яркого и направленного источника света, среди которых безусловно самым опасным является солнце. Также исследования показывают, что большое количество синего спектра в вечернее время может сбивать наши циркадные ритмы, подавляя выработку мелатонина, гормона сна. Это может приводить к бессоннице, повышенной утомляемости и раздражительности. Тогда нам нужно отказаться от интенсивных источников синего цвета, которые находятся непосредственно перед глазами и долгое время, таких как современные гаджеты, телевизоры, экраны компьютеров, планшетов и смартфонов. Еще одна неприятность от искусственных источников освещения – пульсация света. Пульсация зависит от качества блока питания, который преобразует напряжение 220 вольт в требуемое напряжение для источника света. Вопрос. Какой уровень колебаний? До 2-3% от общего светового потока колебания безопасны. По санитарным нормам уровень пульсации не должен превышать 10%, а при работе с компьютером – 5%. Лампы ДНАТ – коэффициент пульсации от 15 до 40%. С такой пульсацией можно справиться, но это значительно удорожает светильник. Повышенную пульсацию легко заметить при съемке на видеокамеру. Пульсация света может быть также у любых люминесцентных ламп, в том числе и бытовых. Пульсация может быть у светодиодных светильников. Многие собирают светодиодные светильники сами и, стараясь сэкономить, покупают самые дешевые блоки питания – эти лампы самостоятельной сборки. Видео, для примера, предоставил Николай Пименов, канал «Практичный огород». Это явление остается незаметным для нас, но негативно воздействует на зрение и мозг, провоцирует раздражительность, повышает утомляемость, снижает концентрацию внимания и работоспособность. Может появиться боль в глазах, головная боль. Как видим, плюсы и минусы у ламп разные, а выбор остается за вами. Эксперимент «Какая лампа лучше?» – ответит рассада. Выращивание рассады помидоров за 35 дней, выращивание петуни за 35 дней, как вырастить перец. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова, канал и сайт «Вогороде.Про». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова